У нас просто глава администрации Ялты все-таки на связи, прямой с нами Иван Имгрунт, и мы уже готовы с ним пообщаться. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Очень хочется узнать, как же там происходит в этих непростых условиях сейчас подготовка южной столицы, красивого города Ялты, к курортному сезону. Ну, мы реально понимаем о том, что если мы будем выполнять все требования указа главы республики, то у нас будет очень хороший курортный сезон. И мы не останавливаем нашу работу по подготовке, мы готовим пляжные зоны, мы готовим санатории, отели, мы готовим наши рестораны и кафе, мы готовим набережную, мы приводим в порядок, наводим в области озеленения, поэтому Ялта готова к курортному сезону. Осталось выполнить требования указа главы, завершить этот чрезвычайный режим, и у нас будет все хорошо. Скажите, пожалуйста, а по каким критериям будут отбираться заведения, гостиницы, либо кафе, которые будут иметь право работать, и какие не будут? Какие условия нужно соблюсти? Ну, эти решения принимаются в рамках полномочий главы республики. Наша задача сегодня быть готовым, и когда будет соответствующее разрешение, чтобы мы буквально в тот же день, либо на следующий день могли выполнять свои полномочия по предоставлению услуг для поселения. А что вообще сейчас по настроению жителей Ялты? Всем известно, что в городах, где нет моря, находиться дома гораздо проще, нежели когда ты находишься в Ялте, южный берег Крыма. Почему бы не выйти? Нарушителей много у вас там? Ну, мы реально понимаем о том, что люди устают находиться в квартирах. Мы просим все-таки с пониманием к этому относиться. Констатируем мы нахождение людей, которые объясняют свои причины нахождения о том, что они идут либо в магазины, либо на почту, либо за лекарствами. Но и в то же время мы фиксируем нарушения в большей степени это среди молодежи, которые выходят поиграть, собираются больше, чем три человека. Такие случаи имеют место быть. Правоохранительные органы проводят разъяснительную работу, очень внимательно подходят к вопросам привлечения административной ответственности. Но и тем не менее, мы даем понять о том, что если есть указ главы республики, то он должен выполняться. Почему-то в том же Грозном, в том же Чечне, с пониманием относятся к тому, о чем говорят руководители региона. И мы должны уважительно относиться к тем требованиям указа главы республики, потому что они направлены, в первую очередь, на здоровье наших жителей. И потом, ну это реально, южный берег Крыма зависит от курортного сезона. Мы, как никто, должны показывать примерное исполнение указа главы республики. Спасибо вам большое, спасибо, что были с нами сегодня утром на связи. Желаем вам хорошего дня. А с нами общался только что Иван Имгрунт, глава администрации Ялты.